О Хананьянке, и о фараоне, и на слова. Римлянам 9.16 Не подвязающегося, не желающего, но от Бога милующего. Хотя вчерашний шум огорчил нас, зато обрадовало ваше общее усердие. Я не обращаю внимания на этот случайный беспорядок, но ценю расположение слушателей. Сметение это я склонен считать обычным явлением рыночного происхождения. А ваше усердие отличается возвышенным характером, как бы внушенно вам свыше. Это похоже на то, что руки, руки и Савва, а голос, голос Якова. Шум-то, конечно, был здесь неуместен, но ревность ваша весьма почтенна. И, конечно, во всяком случае не должно смущаться криком усердствующих, а нужно обращать внимание на то, с каким усердием слушают. Ведь Хананиянка кричала Спасителя, а он не обращал внимания на ее усиленные крики. И оценил только ее душевную настойчивость. Итак, она взывала, как вы сейчас только что слышали, следуя по стопам Спасителя. «Сын Давидов, помилуй меня!» О, вероязычницы! О, неблагодарность иудеев! Хананиянка, чуждая народу израильскому, ненаученная закону, не ведавшая пророков, проповедует истину, восклицая, «Сын Давидов, помилуй меня!» А воспитанные на законе, наслушавшиеся пророков, в явное отрицание истины утверждают ложь. Не знаем, кто он такой. Самарянин должно быть и бес в нем. О, вероязычницы! О, неблагодарность израильтян! Посмотри, как бог и владыка всяческих дорожит своим народом! Нет добра, говорит он, чтобы взять хлеб у детей и отдать псам. Нехорошо. Язычников называют псами, а израильтян — сынами. Но какая совершается затем перестановка? Почитаемые отвечают бесчестием, а отвергаемые воздают поклонение. Именуемые сынами не принимают благодеяния, а хананьянка, названная собакой, не отстает от благодетеля. Конечно, спаситель и собакой назвал ее не с тем, чтобы обидеть, но чтобы обнаружить ее усердие и тем показать, что изыщники и оскорбляемые не отстают от благодетеля. А израиль и благодетельствуемый отрекаются от спасителя. «Сын Давидов, помилуй меня!» Он, слышащий все из всех, молчит, не отвергая просьбу, но ожидая дальнейшего проявления веры хананьянки по происхождению, и дочь Авраама по вере. «Сын Давидов, помилуй меня!» Он, преклоняющийся к молениям душевным, прежде чем они появятся на устах, молчит и удерживается. Даже апостолам показалось, что он слишком жесток. Оставляя без внимания такие вопли, они стали просить его «Отпусти ее!» Ибо сильно кричит вслед нас. «Неужели ты, Петр, или ты, Андрей, или Филипп?» «Неужели вы, человеколюбивий спасителя, и вас тронули ее просьбы?» «А он остается бесчувственным к ее мольбам?» «Но вы судите по внешности, а я ценю расположение души!» «Я удерживаю и замедляю благодать, чтобы вера ее проявилась с большим блеском!» «Нехорошо взять хлеб у детей!» «Я же послан только к погибшим овцам дома Израилева!» «Значит, ты пастырь, израильтян, а не владыка всей земли!» «И пастырь, и управитель, и промыслитель!» «Нет, не сказал он, я не пастырь для остальных, но я не на то послан!» «Однако и эти слова содержали истину только прикровенно, направляясь все к той же цели – обнаружению веры жены!» «Ведь если ты не послан ко всем, то как посылаешь апостолов в конце вселенной, говоря, идите научитесь все народы к крестя?» «Если не послан к другим овцам, а только к этим дома Израилева, то как говорил апостол, «И есть иные овцы, которые не этого двора, и тех мне подобает привезти, и добудет едино стадо и единый пастырь!» «Ясно, что спаситель, говоря, не послан, не имел в виду высказать истину в полном объеме!» «Он хотел только испытать душу, ищущей его помощи!» «Отказывается помочь ей, но она не уходит, отвергает ее просьбу, но не может отвергнуть ее поклонение!» «Поистине образом церкви является эта хананиянка!» «Так и церковь не отрицается Христа, каким бы опасностям и не подвергалась!» «Тысячи не взгод переживает, но не перестает устремлять очи в пристань веры!» «Бесчисленными юридическими преволнениями обуревается, но в основании веры своей не колеблется!» «Сравни теперь, какова вера церкви, и какова неблагодарность иудеев!» «Иудеи манной питаясь ропщут, а церковь постясь приносит благодарение владыке!» «Те, будучи почитаемы, платят неблагодарностью!» «А христиане, будучи преследуемые, благодарят!» «Какого, какого слугу выбрал бы ты, если бы был господином?» «Которого из двух пожелал бы ты иметь?» «Того ли, который на благодеяние отвечает неблагодарностью, или того, который благодарит за наказание?» «Конечно, это именно церкви образом служит хананиянка, отсталкиваемая, но не оставленная, не оставляющая владыки!» «Кланяется ему и говорит, Господи, помоги мне!» «Сначала она сказала сын Давиду, помилуй меня, а потом, подумав, что это наименование не вполне соответствует его достоинству, оставляет его и заменяет другим более высоким!» «Не называет уже его сыном Давидовым, но Господом!» «Умоляю, Господи, помоги мне!» Однако и на это она не получает ответа. Но тут уже вступают сапосты и просят за нее, потому что она вопиет вслед их. Бог продолжает испытывать веру ее и говорит ей, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам!» Детьми называет израильтян не столько по чести их, сколько в обличании их неблагодарности, ведь того, кто сейчас называет израильтян детьми, есть сын сказавшего, тот «Сыны родил я и возвысил, а они же отверглись от меня!» Называется хананьянка собакой и с благодарностью сносит обиду. Впрочем, я думаю и верю, что в этом обидном прозвище оказывается отчасти и чувство благоволения. Если понимать его в смысле указания, на верность, преданность этого животного. Собака, что не претерпит, хозяйского дома не оставит. При виде хозяина она спокойна. Проходят рабы, она молчит. А когда видит чужих, поднимает тревогу, лает и не хочет успокаиваться, не признавая никого из посторонних. Иудеи, сколько бы хуленей на Бога не слышали, не трогаются. А христианин, слыша хулы и летьяков, или вообще какую-нибудь ложь на Бога, тотчас приходит, приходит в возбуждение, лает, кричит на противников. Не терпит христианин видеть вражеское лицо, но как собака стережет хозяйский двор. Чуждые вере философы сами усвоили себе название собак, ценя нрав этого животного, и не стыдились такого наименования, обращая внимание лишь на природные качества. А что и Бог одобряет тех, кто лает в защиту благочестия, и негодует на тех, кто молчит, и не лает в пользу истины, это видно из сказанного об израильтянах, что они все цинимы и немогущие лаять. Исайя 56.10 Сом называется душа, преданная владыке, лающая за владыку. И такое наименование ее не унижает. Когда собака взбесится, верным признаком ее бешенства является то, что она огрызается на своего господина. В здоровом состоянии собака это никогда не сделает. И безумие иудеев ничем другим не обличается в такой степени, как тем, что они лают на спасителя. Бога, в котором они должны были признать своего владыку, они отвергли как чужого. В этом и заключается и хвина. «Окружили меня многие ци», — говорит Салмопевис от лица спасителя. «Кто эти ци? Сон лукавых окружил меня». Обида не отталкивает, однако, хананьянки, но принимается ей с благодарностью. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И оскорблением пользуясь, чтобы только расположить человека любя, она говорит, «Да, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола господ своих. Ты не хочешь пожалеть меня, как одну из твоих детей? Так окажи мне сострадание, как собаке. Я согласен быть для тебя и собакой. Твоя обида для меня выше всякой чести, выше всякой славы». Тогда, наконец, Спаситель, чтобы показать, что он не имел намерения нанести ей обиду, и, ввиду обнаружения ее веры, говорит ей, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе, как ты хочешь!» Я не знаю, как восхвалить эту веру, которую Спаситель назвал великою. Какую в самом деле могу я придумать похвалу выше той, что изрек Спаситель? Ею и ограничимся. Не будем портить ее нашими похвалами. Не будем менять великое на малое, ведь человеческая похвала унижает дело, а слова Божьи удостоверяют его достоинство. «Ибо похвала не от человеков, но от Бога», говорит апостол, «а почему вообще беснующиеся, вызывая к Спасителю о помощи, называли его сыном Давыдовым? Сын Давидов, помилуй меня!» Разве родство с Давидом давало какую-нибудь власть над нечистыми духами? Почему и прозорливец воскликнул, «Сын Давидов, помилуй меня!» Их она неянка, прося, о своей бесноватой дочери умоляла, «Сын Давидов, помилуй меня!» В истории рассказывается, что Давид игрой на гуслях отгонял от Саула нечистого духа. А так как Давид отгонял нечистых духов силой музыки, силой, конечно, не человеческой, а божественной, и по вдохновению от Святого Духа, то это и послужило поводом к упоминанию о Давиде при подобных обращениях к Спасителю. «Сын Давидов, помилуй меня!» Впрочем, конечно, нельзя было ограничиться тем, что этими словами выражалось. Они были хороши, как начало, руководясь которым можно было возвыситься и до наименования соответствующего его достоинству. «Исцелела дочь его?» С того часа. По слову Божия, девица «исцелела». Слово Спасителя изгоняет нечистых духов, не извергает всякую нечистую силу. 829. Вот что могли мы сказать об этой евангельской благодати. Конечно, не столько, сколько должно было сказать, но сколько было нам по силам. А так как мы не в состоянии были сказать всего, что следовало бы, то воспользуемся настоящим случаем, чтобы исполнить одно из своих прежних обещаний. Пора уж и мне исполнить это обещание, чтобы постоянное откладывание со дня на день не охладило окончательной ревности слушателей. Да и вам пора уплатить мне долг слушания. О фараоне начата была у нас речь. О том, как ожесточил бог сердца фараона. И о том, что сказано было по этому поводу. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Римлянам 9.18.19 Когда мы имеем дело с божественными писаниями, не должно спешить изъяснять их. Едва услышим, чтобы не было стеснения мысли. Но предварительно, уверившись в благодатном содействии свыше, тогда уже только следует приступать к спокойному и неторопливому рассмотрению в должном порядке. Одним словом, вот как я имею в виде начать, в каком виде имею начать речь о занимающем нас извлечении. Находится на спасании к римлянам. Пишет апостол Павел римлянам и предлагает и много различных наставлений, в особенности же желает исправить и устранить то, из-за чего произошло среди них большое смущение и нестроение. В чем было дело? Послушай. В Риме много было уверовавших во Христа из иудеев, но и из язычников многие уверовали. И вот между ними, между теми и другими, возникли прения и несогласия, не из-за ревности по вере, но из-за споров о первенстве. Христиане из язычников стояли за то, чтобы им считаться первыми, но иудеи им не уступали и желали сохранить первенство за собою. Христиане и евреи ссылались на свое отеческое благородство и говорили христианам и из язычников, «Мы вас выше. Наша вера древнее. Наши патриархи, наш Авраам, наш Исаак, наш Яков, наши все патриархи, все пророки, за нас древность и благородство происхождения, вы только что приобщились к этой благодати». А христиане из язычников им возражали. «Невозможно первенствовать тем, которые отрислить от Христа, немыслимо удержать за собой первенство тем, которые воздвигли крест и вооружились на Бога. Вы теперь отвержены, а призваны все народы. Мы воспользовались дарованным людям спасением, а вы им пренебрегли». Апостолу, смотрев, что эти споры производят в Риме большое смущение и что беспорядок все возрастает и опасаясь, что зло, умножившееся в столице, может легко разлиться по всей Вселенной, с корнем вырывает эту наклонность к спорам, чтобы предупредить ее распространение по всей Земле. Он становится между противниками. Становится не как судья, но как миротворец, зная, что благочестие устранит всякий спор. Кто хочет прекратить раздор и расприю, тот не останавливает одной какой-нибудь стороны, чтобы не дать перевеса другой, но удерживает и ту, и другую одновременно, потому что так легче привести их к соглашению. Так и божественный апостол становится между спорящими и удерживает горячность как иудеев, так и язычников. Осуждает же он прежде всего ту сторону, которая действовала с большим бесстыдством, то есть иудеев. Селить они бесстыдные псы, не могу селать. Бесстыдно это племя, бесстыдно не по природе, а по нраву, потому что бесстыдство коренится не в низости происхождения, а в характере. Итак, обвиняет эту сторону, или лучше сказать, их первых разумляет как более бесстыдных, их, которых Исаия находил столь бесстыдными, что сказал о доме Израилево. Жилы железные в шеях твоих, и лицо твое медное. Ему же Иеремия говорил, лица жен блудниц у тебя, Израиль, не хочешь ты постыдиться во всем. Итак, осуждает божественный апостол прежде всего сторону бесстыдную, то есть иудеев. И так как они ссылались на древность своего происхождения, Тавраама, Исаака, Иакова, то он и показывает им, что ценится не происхождение, но нрав. Начиная свою речь об этом, он говорит, «Не все, происходящие от Израиля, суть израильтяне». И шестой. «Ты указан на происхождение, не обращаешь внимания на нравы. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Если благочестие ставят в зависимость от происхождения, то ничего не препятствует Измаила предпочитать Исааку, потому что он был сын Авраама, и при том сын старший. «Итак, не все те, которые от Израиля, сыны Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя». И в объяснении прибавляет, «Не те дети, не плотские дети, судь дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Но так как ожидает, что Иудей восстанет против этих слов, и в довершении своего бесстыдства по отношению к божественной проповеди скажет, что Измаил отвергнут, потому что он был сыном рабыни, а Исааку оказано предпочтение силы его происхождения от свободной, то он оставляет, наконец, в пример Измаила и продолжает. «И не одно это, но так было и с реветкой, когда нас засела в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не о дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшило, так как там ты объясняешь отвержение Измаила низким его происхождением, то вот смотри, от одного корня два побега, и как они различны. Тот, о котором можно было сомневаться, принят, а тот, который был вне сомнения, не принят. А чтобы ты убедился, что природа не унижает того, кого не унижает душевное расположение, и было сказано, больше будет в порабощении уменьшило, как написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Здесь Павел опирается на Слово Божие, потому что вот что сказано Богом через пророка, не брат ли Исаав Иакову, Иакова возлюбил, а Исаава же Бог возненавидел. Так как ты ссылаешься, говорит, на происхождение, то вот что в пользу было Исааву от его происхождения. Если благородство предков служит к чести человека, то объясни, какую слугу оказало Исааву благородство его отца. Разве он не был потомком Авраама? Разве он не был сыном Исаака? И даже от одной и той же матери, и притом свободной. Разве его происхождение помогло ему получить то, чего лишал его его нрав? И тотчас прибавляет. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Рассмотрев таким образом вопрос исторически, апостол вооружается затем против тех возражений, какие по этому поводу предъявляются. Так как многие после того, как известный вопрос разрешен, злоупотребляют сделанными отсюда выводами, то апостол не ограничивается тем, что в его время было предметом спора, но предусматривает и те возражения, которые впоследствии имели возникнуть со стороны, со стороны или махинеев, или со стороны других каких-то юридиков, или со стороны язычников по поводу этих его слов, и заблаговременно приготовляет стрелы, которые пригодятся тебе в случае войны. Ведь Бог не смотрит только на настоящее, но еще более внимания обращает на будущее. Поэтому и Слово Божие называется стрелою и мечом. Исайя говорит, «Положи меня, как меч острый, и под кровом руки твоей скрой меня, положи меня, как стрелу избранную, и скрой меня в колчане». Почему же меч и стрела? Мечом сражается с близ стоящими, а стрела посылается и к тем, которые находятся на далеком расстоянии. Так как Слово Божие истребляло и существовавшее уже разногласие, и посекало и те раздоры, которые впоследствии имели возникнуть, то оно и называется мечом, как действующее на близком расстоянии, и стрелою, как поражающее противников вдали. Но чтобы не нарушать последовательности изложения, мы сначала покончим с тем, а потом уже перейдем и к этому. Доказано иудеям, что не должно превозноситься своим происхождением. Апостол переходит затем к обратившимся из язычников и говорит им, «Не хвалитесь перед корнем, не ты же происходишь от дикой маслины». Отломился от дикой по природе маслины и прицепился к доброй маслине. Кто прочтет внимательно послание, найдет там подробное разъяснение вопроса. Мы же ограничимся краткими указаниями. Народ еврейский называет апостол доброй маслиной, а христиан из язычников сравнивает с побегами дикой маслины, привившейся к доброй маслине. Называет потомство Авраама доброй маслиной и тем самым внушает пришельцам из язычников приобщившейся сладости Авраама и пророков не превозноситься. Разве Израиль, говорит, к тебе привился? Разве ты принял к себе Израиля? Не Израиль ли принял тебя к себе? Апостолы, разве от тебя? Разве спаситель не от иудеев, а от язычников? Конечно, от иудеев. Так почему же не признаешь корня благ и не почитаешь? Разве ты не знаешь, что, будучи детьком, ты привился к доброй маслине? Ты, конечно, скажешь мне. Ты заступаешься за противников. Но ведь они неверием отломились от корня, а я верой приявился. Хорошо. А ты кто человек, что спорит с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем меня так сделал? Не властеный горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого. Вот апостольская речь. Вот апостольская сила. Смотри, как посекает он возникшее препирательство. И тем заграждая уста, и этих делай безответными. Не превозносись. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Не ты носишь корень, но корень тебя. Так как уверовавшие из язычников хвалились над израильтянами, что те отломились от корня неверием во Христа, а они вместо них прицепились по вере в Него, то апостоль против такой похвальбы возражает. Не ты носишь корень, но корень тебя. Ибо сказано, те ветви отломились, а я кривился, но не высокомудростый, тот, на чьей стороне благородства происхождения отвергнут за неверие, а тебя, превозносящегося, он отвергнет за эту твою неблагодарность. Смотри, как притязательность уничтожает страхом. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Римлянам 11.22 Видишь, как страхом он посекает притязательность и побуждает верного не к превозношению, а к соревнованию. Какое тебе дело, до чего бы то ни было происхождение? Позабудься о своей жизни, постарайся угодить благодетелю, чтобы твои нравы не повредили твоему происхождению. Вот куда направь свою ревность. Затем обращается к пришельцам из язычников. Уверовавшие язычники говорили, Павел послан к нам, не для вас, иудеев, он проповедует, а для язычников. И на это находит Павел спасительное лекарство благочестия и говорит, Вы хвалитесь мною. Конечно, я ваш учитель, а не иудеев. Но твердо помните вот что. Я не хочу оставлять вас, братья, в неведении. Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Как это прославляю? Отстаивая достоинство христиан из язычников, я отстаиваю свое собственное служение, свое апостольство. И с какой целью? Стих 14. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Я восхваляю вас, чтобы возбудить ревность у тех. Такими-то доводами растевает Павел возгоревшееся препирательство и восстанавливает истину во всем ее блеске, уничтожает притязательность и водворяет согласие. Но возвратимся к тому, о чем речь. 833. Что же скажем? Неправда у Бога? Да не будет. Ибо Моисей говорит, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Эти слова Павел говорит не от собственного лица, они являются как противоположение. Павел как бы олицетворяет возражения, идущие со стороны противников. Что скажем? Разве не правда у Бога? Никак. Когда он говорит, кого помиловать, того помилую. В этом возражении апостол делает, однако, от себя вставку. Да не будет. То есть никак. Еще не вступая в спор по существу, он тотчас же и с решительностью устраняет хулу. Чтобы кто-нибудь пока не вникнет в мысль, не поспешил согласиться с этим суждением о Боге. Он как искусный врач, самую середину возражения вставляет свое. Да не будет. То есть никак. Чтобы отражением хулы утвердить похуляемую истину. Противник рассуждает так. Об Якове Бог сказал, и Якова возлюбил, и Сава же возненавидел, и Моисей сказать, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Если же кого хочет, он помилует, а кого хочет, ожесточает, то за что же еще и обвиняет? Если он сам делает это, и сам так устраивает, то зачем от меня требует ответа в том, что сам устроил? Вот в чем сила этого возражения. Моисей говорит, кого помилует, помилую, кого пожалеть, пожалею. В противоположении Яков возлюбил, и Сава возненавидел, как бы для построения ему заключения. И присоединяет такие слова. И кого он хочет миловать, милует, кого хочет ожесточать, ожесточает. Делая всегда вывод, противник говорит, «Итак, спасение из дела не от подвязающегося, не от желающего, но от Бога милующего». Если он кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, кого хочет, любит, кого хочет, ненавидит, то чего ты требуешь от меня? Напрасно я держусь в благочестии, напрасно стремлюсь к истине. Ведь спасение из дела всецело, не желающего, не подвязающегося, но Бога милующего. Все это от лица противника. Но теперь апостол немедлит уж более силой противостать ему, чтобы не дать укрепиться противоречию и рассеять подозрительность на вообращенность язычников. Итак, кого хочет, милует, милует. Свой ответ на это возражение Павел предваряет словами. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Это еще не ответ. Но прежде всего негодование на дерзающих требовать отчета от Бога. Конечно, подобным образом загородить уста противнику не значило бы разрешить вопрос, а то скорее усилило бы недоразумение. «Если ты запрещаешь говорить мне правду,» может сказать он, «я замолчу, но останусь при своем убеждении. Отчего ты обвиняешь, а не убеждаешь?» На апостолу необходимо было прежде всего обуздать дерзость человеческого легкомыслия столь решительно, требующего у Бога отчета в его делах. С этого он начинает. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Возьмем пример. Всем близки, ведь и в обыденной жизни можно подчеркнуть подтверждение своим мыслям. «Если кто-нибудь увидит господина, бьющего своего раба, и приступив к нему, начнет говорить, «Зачем бьешь?» Тот с сознанием своего права ответит ему, «А тебе что? Разве не имею власти над своим слугой? Разве он не принадлежит мне? Не в моей ли разве он власти?» Говоря так в защиту своей власти, а не в оправдание поступка. Так вот, сначала он с негодованием говорит противнику, «Тебе что за дело?» А когда минует вспышка гнева и утолится негодование, он успокаивается, и тогда начинает уже оправдываться перед обвинителем. «Напрасно думаешь, что я бью бестоку?» «Ты посмотри, какова его дерзость?» Так точно поступает апостол. Когда противники требовали от него отсвета, что если Бог кого хочет милует, кого хочет ожесточает, то за что же еще и укоряются люди? Ибо воле его кто противостанет? Возмущенный этими словами, он говорит, «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Брение указывает Создателю. Тварь осуждает Творца. «А что? Раб требует отчета у господина. Вразумился бы хоть тем, что и в обыденной жизни слуга, защищая свою свободу, когда его влекут в рабство, не дерзает вести свое дело сам, чтобы не стать лицом к лицу с господином, и тем не нанести ему оскорбления, но берет себе защитника со стороны. А ты, будучи смертным человеком, с бессмертным, хочешь говорить как равный. А ты кто, что споришь с Богом? Ты, чья жизнь мимолетна, допрашиваешь вечного, смертный, бессмертного, нисходящего гроб, обитающего на небесах. От земли, питающейся и в землю обращающейся, ты требуешь отчета от того, кто пребывает вовеки. Невластенный горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Все это так. Возразить на это ничего нельзя. Но ведь вопрос остается неразрешенным. И только подтверждаешь, только усиливаешь обвинение, заграждая подобным образом уста противнику. Или не имеет власти горшечник над глиною. Не значит ли это, что сам же он делает и бесчестный? За что же упрекаешь меня? Для меня нестерпимы эти твои слова. Вместо того, чтобы разрешить вопрос, ты еще более запутываешь ими дело. Поэтому апостол, упрекнув за легкомыслие, тотчас переходит к исправлению ошибки. С негодованием сказал, а ты кто человек, что споришь с Богом? Невластенный горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Но когда заметил, что оборотом дела еще более усиливает возражение, тотчас прибавляет. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, нужно обстоятельно вникнуть в эти слова, и истина дается не сразу. Апостол показал и вразумил, что не должно требовать у Бога отчета, пользуясь в этом случае словами Божьими, сказанными через пророка Исаии именно. Бог говорил ветхозаветним людям, скажет ли создание создавшему, под что меня сделал таким? Скажет ли брение горшечнику, для чего ты сделал меня таким? Может ли создание спрашивать создателя, как ты меня сотворил? А вы хотите учить меня, что мне делать со своим созданиями и со своими детьми? Воспользовавшись этими словами пророка Исаия, заградил имя уста противников, апостол исправляет затем допущенную имя ошибку. Покончив с порицанием, Павел переходит к разъяснениям, чтобы ты убедился, брат, что не в подкреплении противников произнес он эти слова, а ты кто, что споришь с Богом, но в порыве негодования. В самом деле здесь он все приписывает создателю, говоря, или не имеет власти, здесь он говорит в полемическом духе, не задаваясь целью дать точное изложение учения, а в другом месте желая показать, что со судом чести или со судом бесчестия человек делается не по воле Божией, но в зависимости от собственного своего расположения, от того, что берет в нем вер, влечение к добродетели или склонность к пороку. Тот же апостол пишет Тимофею, «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть в церковь Бога живого». Стоп и утверждение истины. 1 Тимофея 3.13.15 А в Большом доме есть сосуды золотые, серебряные, деревянные и глиняные. Это пишет сам же Павел. Я нарушу не обращаюсь к каким-нибудь другим местам, чтобы ты не сказал, вот он, не найдя ответ у одного апостола, перескакивает к другим писаниям. Тот же самый Павел, осуждавший тех с негодованием, когда говорит спокойно, выражается с большей точностью. Павел именно говорит, а в Великом доме есть не только сосуды золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в честье, а другие в бесчестье. И что прибавляет? Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честье, освященным. Так, приписав создателю определение сосудов, в чести или в бесчестье, в низком употреблении, здесь он все поставляет в зависимость от воли человека. Если кто будет чист от всего, будет сосудом в честь, освященным, благопотребным, владыки, на всякое доброе дело готовым. Смотри, одно говорит он с порицанием, а другое с целью научения. И как в приведенном выше примере, господин, бивший своего раба, сначала с резкостью ответил на чужое вмешательство, а потом сам же одумался и понял справедливо сделанного ему упрека. Так точно и апостол теперь признает, что не Бог определяет сосуды, одни к честному употреблению, а другие к низкому, что он создал общую для всех природу. А уже свободное произволение самих тварей вносит различия в судьбу создания. Твердо знай, что не по природе созданы мы сосуды чести или бесчестия. Это внушает нам Писание. В самом деле, если я создан сосудом бесчестия, зачем Писание научает меня быть добрым? Разве мне дана та или другая природа? Измените ее я несостояние. Зачем требует он от меня добра, если я зол по природе? Зачем доброго старается поддержать, говоря, кто стоит, смотри, чтобы не пасть. Если он добр по природе, зачем утверждать твердого? И затем, какой вывод из слов? Ни желающего, ни подвизающегося. Если мое желание совершенно ни при чем, то какой смысл в твоей проповеди? Если течение не имеет значения, зачем ты трудишься? Если мое желание ничто, зачем сам Бог говорит? Если хотите и послушайте меня, будете вкушать благо земли. Если желание человеческое ничто, зачем Христос говорит? Сколько крат хотел я собрать вас, как птица птенцов, не хотящего, не подвизающего. Если текущий ни при чем, зачем апостол говорит галатам? Вы шли хорошо, кто соблазнил вас? Если и желающие, и текущие бессильны, зачем Павел говорит? Итак, беги, чтобы получить. Забывая заднее, простирайся вперед. Зачем трудишься? Зачем бежишь? Ведь ты же сказал, ни желающего, ни подвизающегося. Но все эти недоумения разрешаются писанием. Нет желаний Исаака, ведь он хотел дать благословение первенцу, ни от трудов Исаака, охотившегося в поле для своего отца, но от милующего Бога зависело оказать милость Якову. Ни желаний Исаака, ни усердия Якова, обязан Яков оказанный ему милость, но исключительно милующему Богу. Итак, ни желающего объяснено, но этим не устраняются, однако, все затруднения. Остается еще милующего Бога, сохраняя свои силы возражения, опирающиеся на слова. Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вникни, брат, тщательно в мои слова. Бог знает все наперед. Именно знает. Не сам определяет будущее, но по предвидению знает то, что должно быть и будет. Иное ведь дело, что устрояет он своим промыслом. Иное, что предусматривает он относительно наших поступков. Иное предопределять, иное знать по предвидению. Если я предусматриваю зло, имеющее совершице, мое предвидение не производит самого зла. Объясню примером. Мне случается нередко замечать, что юноша получает после родителей богатое наследство и тотчас торопится воспользоваться своей свободой. Утопает в наслаждениях, увлекается зрелищами, скачками. О таком я тотчас же наперед решаю, что он в короткое время пустит на ветер отцовское богатство и промотает наследство. Но ведь, конечно, предвидение мое не предрешает будущего. Оно является лишь выводом из ряда подобных случаев. Если оно оправдывается на деле, так это обусловивается отнюдь неволю и того, кто предусмотрел событие, но исключительно образом жизни виновника растраты. А как сейчас наблюдается подобное и в других делах. Идет ли путник по скользкой дороге без посоха в руках? Мы тотчас при виде его говорим, он поскользнется, он не знает, что дорога опасна, непременно упадет. Но неужели он упадет именно потому, что ты предсказал это? 837. Я вовсе не хочу сказать, что мое предвидение и божественное одинаково. Но потому, что бывает с нами, ты можешь судить и о том, что выше нас. И это не все. Возражатели идут дальше. Они говорят, Бог сам подтверждает, что он делает людей добрыми или злыми. Как иначе поймешь его слова, которые он говорит Иеремии. Прежде, нежели создать тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели родиться тебе, я осветил тебя. Ведь сам же он говорит, отчуждаются грешники от ложеств. Прежде рождения заблудились от чрева матери, прозванные отступниками, говорят ложь. Видишь, как от чрева матери один признается праведным, а другой злым. Не по природе ли значит? Хорошо, говорил, утверждает они спаситель иудеям, заблуждаетесь, не зная в Писании ни силы Божией. Но читай, как следует, и не извращай написанного. Прежде, нежели мне создать тебя в очреве, познал я тебя. И прежде, чем родиться тебе из ложеств, осветил тебя. Не прежде всего осветил тебя, но прежде познал тебя. А потом уже осветил. Сначала поставлено здесь предведение, а затем после него определение. И прежде, чем создать тебя, после того, как я узнал тебя, я осветил тебя. Так и апостол говорит. Предузнал. Кого предузнал, тех и предуставил. Не сказал прежде, предуставил, но сначала предузнал. И тогда уже предопределил. Прошу вас, содействуйте труждающемуся в слове, своим усердием, а не кликами. Бог, свидетель, я не ищу их. Я ищу только общей пользы. А вы порадуйте меня своим вниманием. Сказанное у пророка, прежде, нежели родиться тебе, в позднейшее время повторяется у апостола. Разве не говорит апостол, подобно Иеремии, я предузнал тебя, избрал тебя, прежде сотворения мира. Иеремии узнал Бог в очевиде матери, а об апостолах предузнал прежде создания мира. И не просто предузнал, только тогда, но и предизбрал. Итак, посмотрим, воздействует ли предведение на природу. Если апостолы избраны прежде создания мира, этим определены были праведности по природе, а не по свободному влечению к добродетели, то почему были призваны те, которым предведение предназначило быть мытарями? Почему Павел преследует? Почему блудницы спешат в Царство Небесное? Ведь если о блуднице было известно, что она достойна Царства Небесного, как она сделалась блудницей? Если о Павле Бог знал все, почему предведение не отразилось на его природе, почему тот, кто был в числе предууведенных от сложения мира, оказался хульником, гонителем и мучителем? Видишь, предведение не создает природы, а только предусматривает расположение воли. Если предведение делало апостолом, почему Матфей делается мытарем? Ведь мытарем быть то же самое, что из его поклонника, как видно из сделанного спасителем сопоставления. Тогда он будет тебе как изыщенник и мытарь. Матфей 18-17. Значит, мытарство он поставил наравне с из его поклонства. Итак, если Матфей был предуведен, почему не предведение сделало его апостолом, но воля расположила к послушанию? Раав была спасена и причтена к верным. Очевидно, и о ней было предведение Божие. Зачем же она сделалась блудницей? Зачем же жемчужина, уже известная своей ценностью, брошена была в грязь? Повсюду видишь ты, что природа безразлична, а действует в свободной воле, согласно с божественным предведением, но вполне самостоятельная в своих проявлениях. И предведение Божие оправдывается, и влияние человека на свою судьбу сказывается осознательно. Слова Павла помогут тебе разъяснить дело, которых предузнал, тех и предуставил, а кого предуставил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Римлянам 9, 29. Почему Иуда призван, но не оправдан? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Почему Иуда призван, но не оправдан? Которых предузнал, тех и предопределил, тех и призвал. Значит, быть избранным от чьего матери не дает еще никакого преимущества пророку. Если даже в избранных от века природа не подчиняется предведению, но остается свободной наряду с ним, и так может считать доказанным, что предведение не стесняет природы, если конечно не найдется охотника спорить во что бы то ни стало до полного бесстыдца перед истиной. Почему же однако сказано было фараону известные слова «На то я и поставил тебя римлянам 9.17 чтобы показать над тобой силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле, чтобы показать свою силу ты наказываешь человека, чтобы прославить свое могущество ты губишь невинного, если он виновен упрекай его, а если невинен не обвиняй. И так что же значит «Чтобы показать над ним над тобой силу мою». Я воспользуюсь тут одним подходящим примером из древности, а вы послушайте внимательно. Врачебное искусство с глубокой древности старалось постигнуть природу человека, его внутреннее строение, отправление. Средством для этого служила анатомия, причем вскрытие подвергались для общей пользы в смысле лечения живые люди. Но конечно было бы крайне несправедливо для спасения одних приносить жертву других живых людей. Что же делали древние? Они брали осужденных на смерть или за чародейство и их даже живыми подвергали вскрытию. По отношению к таким преступникам это не было несправедливости, а между тем человечеству от этого была польза. Человеку все равно уж осужденному на казнь за преступление при жизни вскрывались внутренние наблюдения за их еще не прекратившими отправлениями. Вот и Бог, как искуснейший врач, ведь врач и есть тот, кто сказал, я не пришел призвать праведников, но грешников на покаяние, и нездоровые требуют врача на больные, берет фараона, уже подлежащего бесчисленным казням за его собственные грехи. А действительно тот был виновен во многих преступлениях. Во-первых, с его стороны было хулой говорить, не знаю Господа. Исход 5.2 А хула есть начало зул. Во-вторых, он несправедливо притеснял народ, свободных людей, осудив на рабство и тяжкие работы. В-третьих, невинных младенцев он топил в реке. В-четвертых, проповеданного ему Господа он отверг. В-пятых, при виде чудес проявлял крайнее бесстыдство по отношению к благочестию. Его-то, подлежащего тяжкой каре Бог взял и как отличный врач подверг растечение чудесами, не наказывая его сразу до смерти. Так и врачи, производящие вскрытие, не сразу казнят человека, но постепенно растекают члены, производя между тем нужные наблюдения над отправлениями органов, наводят на него жаб, вооружают против него необычайные полчищи, полчищи жаб, саранчи, чтобы показать всю силу своего могущества. Не послал ангела с неба ни полки хирургимов, не посылает на противоборствующих ему серафимов, но, показывая свое могущество, выставляет полчищи жаб. Выступили воинства саранчи, не имеющие никакого видимого предводителя, но руководимые повелением Божиим. Жабы из реки повели войну против богоборца. Явилась саранча, неодаренная разумом, но послушная божественной воле. За ними последовали пес и мухи, и одним словом, много различных чудес, новых и неслыханных, творит против него бог, казнями растекая его душу и пытая его разнообразными казнями, преследуя разнообразные проявления его нечестия. А что именно с этой целью показать на нем силу свою, бог наказывал фараона постепенно, а не вдруг, убедиться в этом ты можешь из слов в премудрости. Мне невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или серепых львов, или неизвестных новосознанных лютых зверей, или дышащих огнем с огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждения могли истребить их, но и ужасающим видом погубить. Книга премудрости Соломона 11.19.20 Но Бог делал все, показывая свое долготерпение, поэтому и говорит он, чтобы ты рассказал сыну, сына твоего о том, что я сделал в Египте. Итак, этого фараона, заслужившего своими делами бесчисленное множество наказаний, Бог казнит и говорит ему, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле, чтобы через себя других исправить, чтобы через себя других вразумить, чтобы через себя других научить, а что действительно казнь фараона оказалась полезной для других, имеем доказательства из священного писания. некогда кивот Божий был в руках через землян, и собрались лже-пророки, прорицатели, и говорили царям иноплеменников, отпустите ковчег Бога Израилева от нас, руку его сильную. Не знаете, разве что сотворил Господь противоречить? Не сказали иноплеменники, не будем ожесточать сердец своих, как ожесточил Бог сердце фараона. Самому фараону они приписали бесчувственность. Зачем нам ожесточать свои сердца, как ожесточил свое фараон? Разве не отпустили египтяне народ израильский, когда Бог поругался им? Будем же теперь просить Бога о милости. И опять в другом случае. Во время войны при виде ковчега филистимляне воскресали горе нам, это Бог крепкий, поразивший Египет. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Мы без опыта знаем, как вразумил он фараона. Вот что говорили иноплеменники филистимляне. И другая иноплеменница Рааф, некогда блудница, а ныне целомудренная, эта достопамятная женщина говорит соглядатая, мы знаем, что сделал Господь египтянам. Иисуса Новина 2.10.11 Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Видишь, не ложно говорит Бог, для того то я оставил тебя, чтобы на тебе показать силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Заключение апостольского наставления послужит заключением и наших слов. Говорит Павел, если Богу угодно было показать гнев свой, и ведь могущество свое с великим долготерпением он щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе и ведь богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Разве Бог не властен над своим сосудом, не сказал просто навел гнев, но на достойного гнева, что именно говорит? Долготерпение продлил гнев на сосуды гнева. Вам известны, конечно, прекрасные наставления апостола, прочие братья мои. Укрепляйтесь в господи, совершайтесь. Если мы совершены по природе, что нам еще усовершаться? Ведь усовершаться, конечно, значит, делать самих себя лучшими по нраву. Возьми свидетели самую природу. Природа производит шерсть, женщины ее усовершают. Известно, что усовершением называют самую ткань в обработанном виде. И так значит природа производит шерсть. Искусство же обрабатывает это произведение природы так, Бог сотворив природу, предоставил ее в распоряжение воли человека. Для нас природа является шерстью, и в твоих уже руках обратить ее в сосуд чести или сосуд бесчестия. Ты красивщик, тебе дана природа шерсть, дана воля, как бы какая краска. Хочешь окрасить шерсть царскую погреницу, тогда ты будешь сыном царя. Или ты окрасил ее темными делами, тогда ты будешь сыном тьмы и ночи. Не потому, что это произвела в тебе природа, но потому, что воля твоя действовала в различных направлениях. принуждения, необходимости какой-либо для тебя тут нет, как бы не оспаривали это люди, склонные к спарливости. При помощи Божьей, сколько бы в наших силах было, мы дали ответ на вопрос. Постарайтесь удержать его в своей памяти. Если кто-нибудь нападет на тебя, так ему противостань, чтобы не изложить его его собственным оружием. И в доме у тебя есть сосуды, и ты не пользуешься ими безразлично, но знаешь, в каком сосуде содержится вино, в каком уксус, так и Бог знает, какая душа пригодна для помилования, какая достойна наказания, не потому, что она так именно создана, но потому, что к этому она приготовила себя своими привычками. Поэтому, брат, сосудами называются и наказываемые, сосудами же и получающие милость. Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей вселенной. Что же из того, если Бог, желая показать гнев и видеть могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил к славе. И того сделал он сосудом гнева, на кого излит гнев, и того сделал сосудом милосердия, на кого излит от человеколюбие, чтобы показать, что каждый сам призывает на себя гнев и милость. Но может кто ухватить за вернее это слово сосуды гнева, сделанной для погибели. И так скажет он, не по заслугам, сам он совершил. Но должно иметь в виду, что у совершенствования есть дело воли, а не природы. Подтверждается же это тем, что совершаться значит по воле совершать достойное наказание или милости. Может быть и теперь ты скажешь, все-таки я еще не убежден, что писания гласят так. Но вопрос в том, чтобы ты был излечен. Ведь тот, кто лечится у врача, не допытается о природе лекарств, но заботится о том, как ему излечиться. Если противник спросит тебя, как ты узнал, как научился, ответь, как я узнал, я знаю, а как объяснить, не знаю. Я ведь не лечился, но излечен, чтобы иметь душу твердую. Если он будет еще противоречить тебе, ты скажи, так как не я был врачом и в тайну врачевания не посвящен, то иди к самим врачам, и они объясняют тебе действия лекарств. А нам исцеляемым додаст Господь воздавать славу единому мудрому врачу, Богу. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.